Напряженная ситуация на украинско-белорусской границе. Оттуда в сторону Киева летят ракеты. Откроет ли второй фронт Александр Лукашенко? Свою точку зрения на эту трагическую ситуацию изложил белорусский политик Павел Латушка. Павел, здравствуйте. Откроет ли Александр Лукашенко второй фронт и от чего это будет зависеть? Я думаю, что это будет зависеть от ряда факторов. Прежде всего от результатов переговоров, которые идут сейчас между делегациями Украины и России. От эффективности тех действий по агрессии, которые осуществляет Россия на территории Украины. А также от того, сможет ли заставить Путин осуществить эти действия Лукашенко. По крайней мере, по первым двум позициям такая была договоренность между Путиным и Лукашенко. И в связи с этим силы специальных операций были развернуты и уже находятся на линии государственной границы Беларуси с Украиной. Вместе с тем Лукашенко пытается сейчас разыгрывать карту медиатора. И с точки зрения его интересов, наверное, было бы правильнее не ввязываться в прямое столкновение. Хотя фактов, которые подтверждают реальное участие режима Лукашенко в агрессии, уже предостаточно. А каков моральный дух белорусской армии, которая может принять участие в этой спецоперации Владимира Путина? И вы поднимаете очень важный вопрос, потому что это еще один из тех факторов, который склоняет Лукашенко воздержаться от активного участия в агрессии на территории Украины. Потому что еще за несколько дней до активной фазы боевых действий России на территории Украины, военная контрразведка КГБ, управление военной контрразведки, представила анализ Совета безопасности Беларуси, лично Лукашенко. Исходя из этого анализа, был сделан вывод, что регулярная армия не готова и не мотивирована к участию в активных боевых действиях на территории Украины. Настроения, скорее, противоположны. Если мы говорим о тех подразделениях, которые могли бы быть задействованы, поэтому и были размещены силы специальных операций. Подразделения, которые сейчас находятся на линии границы, Лукашенко говорил о возможности увеличивать их до 10 единиц. Там служат офицеры, а также прапорщики, рядовой состав по контрактам. Но даже среди контрактников есть настроение против участия в активной военной фазе. То есть сегодня настроение в вооруженных силах по тем источникам, которым мы располагаем из секретариата Совета безопасности, скажу так, в Министерстве обороны, говорят о том, что настроение 50 на 50. И это риск для Лукашенко, потому что если солдаты и офицеры начнут складывать оружие или переходить на сторону Украины, это спровоцирует революцию фактически внутри Беларуси. Ведет ли Запад переговоры с Лукашенко, чтобы отговорить его от участия в спецоперации Путина? Есть ли для него пряники? Да, Запад ведет. Такие переговоры мы знаем о том, что президент Франции Макрон разговаривал с Лукашенко, но скорее это были не переговоры, это был ультиматум, насколько я беседовал с источниками Велисейского дворца, как бывший посол Беларуси во Франции. Речь шла о том, что Лукашенко было жестко сказано и представлены все негативные последствия, если вооруженные силы Беларуси перейдут в активную фазу действий на территории Украины. Что касательно пряников, я думаю, что у Лукашенко как изворотливого человека включается сейчас инстинкт самосохранения. И здесь возникнет ситуация очень триггерная в отношениях с Путиным. Последняя беседа, которая состоялась между Лукашенко и Путиным, показала эти различия. Например, пресс-элист, который был представлен по итогам телефонного разговора с российской стороны, однозначно говорит о том, что Лукашенко выставился в поддержку спецоперации, так называемой спецоперации вооруженных сил России на территории Украины. При этом в пресс-серизе, который был представлен пресс-службой Лукашенко, поддержка уже не высказана. То есть Лукашенко, как всегда, предает Путина. Он делал это неоднократно, он делал это постоянно и будет делать и в будущем. И вот сейчас возникает ситуация, сможет ли заставить Путин, Лукашенко войти в активную фазу операции. Он, Лукашенко, прикрывается в беседах с Путиным тем, что он должен закрывать западное направление от возможной атаки, ну, придуманной в его больной голове, атаки со стороны Запада, например, со стороны Польши и Литвы. Эту риторику он и раньше произносил, а сейчас она у него вновь возникла в публичных выступлениях. Павел, спасибо вам за беседу.